Там лень. Лес так и манит погулять по зеленым дубравам. Но девушкам строго-настрого запрещалось ходить туда. В том лесу охотились рыцари-духи из свиты королевы эльфов. А водиться с эльфами, говорят старые люди, очень опасно. В один ясный солнечный день надоело прекрасной Джанет сидеть за пяльцами. Соскользнуло у нее с колен шитье. Но подошла она к окну, да и уронила иголку на землю. И никому не сказавшись, убежала в лес. Гуляет прекрасная Джанет среди высоких деревьев. Глядь, красавец конь к дугу привязан. Белый, как молоко, и покрыт золотой попной. Налюбовалась им Джанет и пошла дальше. Видит на лужайке розовый куст, весь усыпан цветами. Сорвала Джанет розу. Откуда ни возьмись, вырос перед ней статный, красивый юноша. Зачем ты сорвала розу, прекрасная Джанет? Зачем цветок погубила, спрашивает он девушку. Как смело войти в Картергавский лес без моего позволения? Я могу рвать цветы, где хочу, гордо тряхнула головой Джанет. Не ты хозяин Картергавского леса. Чего ради спрашивать твоего позволения? Услыхав этот дерзкий ответ, молодой рыцарь весело рассмеялся. Зазвенел девятью колокольчиками, что висели у него на поясе, и повел с девушкой ласковую беседу. Весь день танцевала Джанет с юным Тамлейном на зеленых лужайках. И чудилось ей, играет нежная музыка, и чей-то голос поет. Прекрасная, милая Джанет, прекраснее на свете нет. Одну ее лишь я люблю, и о любви молю. Любовь моя, милый дружок, чиста и свежа, как майский цветок. Стала смеркаться, и прекрасная Джанет заторопилась домой. Вдруг отец ее хватится. Вбежала в ворота замка, ступила на порог залы. Что такое? Ноги не идут, как свинцом налились. А в зале ее подружки, двадцать четыре фрейлины, играют в мяч. Смотрят они на Джанет, и диву даются. Что с Джанет случилось? Бледная, изможденная, точно подменили ее. На завтра сели подружки за шахматы. А прекрасная Джанет съежилась в кресле, поникшая, печальная. Так бы и выпорхнула сейчас в окно. Полетела в Картергавский лес, где ждут ее молодой рыцарь, нежная музыка и веселые танцы на лесных лужайках. «Увы, прекрасная Джанет», — заговорил один старый рыцарь, — «боюсь, танцевала ты вчера с эльфом, да и приворожил он тебя. Узнает твой отец, граф Марческий. Не миновать нам его гнева. Попомни мои слова. Дружба с эльфами хорошего не сулит». «Замолчи сейчас же», — крикнула прекрасная Джанет, и залилась слезами. «Мой рыцарь — земной юноша. Прекрасней жениха не было ни у одной девушки. Конь моего жениха быстрее ветра летит. Уздечка его серебро. Грива златом горит». Но хотя прекрасная Джанет так смело возразила старому рыцарю, в глубине души она и сама боялась. Вдруг юный Теймлин — эльф из Картергавского леса. Нет больше сил у прекрасной Джанет сносить разлуку. Махнула она рукой и убежала снова в Картергавский лес. «Будь что будет. Идет по лесу, то ветку сорвет, то за цветком наднется. Где ты, веселый рыцарь Теймлин?» А он тут как тут. Вышел из-за розового куста. «Скажи мне, юный Теймлин, — говорит ему девушка, — земной ты человек или эльф из Картергавского леса?» «Не бойся, — прекрасная Джанет, — отвечает Теймлин. «Не эльф я, хоть и живу при дворе королевы эльфов. Отец мой благородный рыцарь, и рожден я земной матерью». Сели они на лужайке и поведал ей Теймлин свою историю. «В замок к себе меня взял Роксбург, мой старый дед. Раз на охоту я поскакал, нарушил его запрет. Холодный вихрь вдруг налетел, и я с коня упал. Непробудный сон меня одолел, долго в лесу я спал. Королева эльфов меня унесла, с тех пор я ее воссал. «Легко и весело жить в стране эльфов», — продолжал Теймлин. «Королева любит меня. Придворные оказывают почести. Земной человек мог бы вечно жить с эльфами, если бы не грозила ему опасность». «Какая опасность?» — спрашивает прекрасная Джанет. «Скоро семь лет, как живу я у эльфов. Но только вчера узнал, что раз в семь лет королева платит дань страшным троллям. Боюсь, что отправят меня скоро на съедение горному королю. А как спасти тебя?» «Там лень. Одно скажу, спасти меня может девушка, которая не боится чар королевы эльфов». «Я не боюсь. И вот увидишь, спасу тебя. Только скажи, как это сделать?» «Не очень-то легко. Да и медлить нельзя. Сегодня ночью соберутся в картергарский лес эльфы и феи. Будут веселиться, танцевать и скакать на своих волшебных конях. Если хочешь спасти меня, выходи в полночь на развилку Мэлзгросс, что на дальней опушке леса. Там стоит каменный крест. Очерти рядом круг, встань в него и жди моего появления. «А как я тебя узнаю?» «Там ведь будет много рыцарей. Только пробьет полночь, поскачет свиток королевы эльфов. Но ты не бойся, они тебя не заметят. Сперва вороны поскачут, гнеды и следом пойдут. Я на молочно-белом. Смотри, дружок, не забудь. Конь твоего жениха быстрее ветра летит. Уздечка его серебро, грива златом горит. И еще запомни, на короне моей звезда. Знак, что я неземной рыцарь. Как узнаешь меня, хватай коня за уздечку. Соскочу я на землю, а королева громко воскликнет. Похищен честный таймлейн. Ты уздечку брось, хватай скорее меня и держи крепко-крепко. Я скинусь ящерицей, змеей, потом оленем. Буду рваться у тебя из рук. А ты держи и не выпускай. Наконец превращусь я в раскаленный железный пруд. Больно будет ладоням. Все равно держи. Тогда соклятие эльфа впадет. Я снова рыцарь земной. Напрасно меня королева зовет. Напрасно шлет пока за мной. Умчимся с тобой в замок к отцу. Мои злоключения подходят к концу. Сказал эти слова юный дымлейн и исчез, как растаял. Идет Джанет одна по лесу и чудес ей играет нежная музыка и чей-то голос поет. Прекрасно милая Джанет. Прекраснее на свете нет. Одну ее лишь я люблю. И о любви молю. Любовь моя. Милый дружок. Чиста и свежа, как майский цветок. В третий раз убежала Джанет украдкой в Картергавский лес. Пришла на развилку Мэлс Кросс. В глухую полночь. Очертила круг у каменного креста. Встала в него и ждет. Вдруг чудит с ей уздечки звон в глухой ночи ночной тиши. Все ближе и ближе слышит сон. К ней юный рыцарь спешит. Как Теймлейн сказал, так все и вышло. Скачут эльфы на вороных конях. Следом скачут гнетые. Вот, наконец, и рыцарь на белом коне. В короне его звезда. Конь, как вихрь, летит. Уздечка из серебра. Грива златом горит. Схватила Джанет коня за уздечку. И пронесся по лесу нечеловеческий вопль. Похищен честный Теймлейн. Держит Джанет любимого крепко-крепко. А он то ящерицей обернется, то змеей, то оленем. Вот-вот из рук вырвется. Из последних сил держит его прекрасная Джанет. Вдруг зашипел у нее в руках раскаленный железный пруд. А она и тут рук не разжала. Прошептала только. Не стерплю, брошу, но всегда потеряю Теймлейна. И вот уж он у нее в руках стал человеком земным. Напрасно его королева зовет. Напрасно шлет пака за ним. Вздохнула она печально. В темной чаще лесной. Ах, какое несчастье! Похищен рыцарь земной. Гневается королева. Как ее не понять? Похищен рыцарь прекрасный. Ей уж его не видать. «Прощай, Теймлейн, прощай!» Крикнула ему вслед королева. «И помни, знаю я вчера, что знаю сегодня, Обратила бы твое сердце в камень. Знай я вчера, что знаю сегодня, Обратила бы твои ясные очи в лесные гнилушки. Ах, нет, Теймлейн, не слушай меня. Знала бы я вчера, что знаю сегодня, Я бы всемера больше отдала горному королю. Только бы ты всегда был со мной». Прокричала эти слова королева эльфов И умчалась в лес со своей свитой. А прекрасная Джанет привела Теймлейна к отцу, Рассказала, как спасла юного рыцаря От чар могущественной королевы. Устроил граф Марчский молодым пышную свадьбу. Жили они долго и счастливо, И умерли в один день. Время позднее, пора собираться. Я хочу еще хотя бы... Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова